Добро пожаловать на канал Рецепта из Тетради. Сегодня я предлагаю приготовить осетинские пироги, которые, если верить легенде, являются прообразом знаменитой итальянской пиццы. Кстати, начинка в пирогах будет традиционная – картофель и сыр. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдёте в описании под видео. Сначала подготовим картофель. Нам его понадобится 300-350 граммов. Заливаем очищенный картофель водой. Добавляем по вкусу соль и отправляем его на плиту, где его нужно отварить до полной готовности. А пока картофель варится, можно заняться тестом. Здесь у меня 500 граммов муки. Добавляем в муку 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку дрожжей и, по желанию и возможности, 2 чайные ложки сухого молока. Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты. Теперь добавляем к сухим ингредиентам 400 мл тёплой воды и начинаем замешивать тесто. По желанию, если вы не использовали сухое молоко, то половину воды можно заменить тёплым молоком. Когда ложкой или лопаткой замешивать тесто станет сложно, продолжаем это делать руками. Когда вся мука впитается, смотрим на консистенцию теста. Если оно ещё слишком жидкое и вообще не держит форму, то досыпаем немного муки и продолжаем вымешивать. И вот так, по чуть-чуть добавляя муку, вымешиваем тесто до получения нужной консистенции. В итоге у вас должно получиться вот такое, всё ещё жидковатое и липнущее к рукам тесто, которое уже немного держит форму. Всего у меня ушло 550 г муки. Добавляем в тесто 2-3 столовые ложки растительного масла и снова хорошо его вымешиваем до тех пор, пока всё масло не впитается. Теперь, по желанию, можно добавить ещё пару капель растительного масла, просто чтобы смазать тесто сверху. Накрываем ёмкость тестом пищевой плёнкой или крышкой и оставляем его в тёплом месте на 60-90 минут или до тех пор, пока оно не увеличится в 2-3 раза. Тем временем, картофель у меня уже сварился и я с него слила всю воду. Нам нужно приготовить картофельное пюре. Я это делаю так. Сначала разминаю картофеледовилкой сухой картофель, затем по чуть-чуть добавляю сливочное масло и продолжаю разминать картофель уже с ним. На это количество картофеля у меня ушло чуть более 50 г масла. Я в пюре не добавляю ни молока, ни сливок. Но если вы привыкли делать пюре с молоком, то смело можете делать его так, как вам удобно. Главное, чтобы картофельное пюре получилось нежным и однородным, без комочков. И примерно вот таким по консистенции и густоте. Оставляем пока пюре в сторону, пускай немного остынет. А сами тем временем берем около 300 г осетинского или, как это сделала я, адыгейского сыра. Нам его нужно измельчить. Мне удобнее это делать прямо руками. Но также его можно натереть на терке или размять с помощью вилки. Обязательно попробуйте сыр на вкус. И если он не соленый, то обязательно его посолите. Картофельное пюре за это время уже хорошо остыло, поэтому добавляем его в сыр. и хорошо все перемешиваем. Условно делим начинку на три примерно одинаковые части. И формируем из них три колобочка. Накрываем начинку пищевой плёнкой, чтобы она не заветривалась. И отставляем её пока в сторону. Проверим тесто. А оно просто восхитительное. Вы только посмотрите, какое оно нежное и воздушное. Слегка обминаем тесто. Припыляем рабочую поверхность мукой и выкладываем на неё наше тесто. Обваливаем тесто в муке, чтобы с ним было комфортнее работать. И делим на три примерно одинаковые части. Чтобы тесто не прилипало к рукам, не забывайте время от времени припылять мукой не только рабочую поверхность, но и руки. Формируем из каждого кусочка теста колобочки. Два колобка откладываем пока в сторону. А из третьего начинаем формировать пирог. Руками растягиваем или лучше сказать разминаем колобок в небольшую лепёшку. На середину лепёшки выкладываем один колобок начинки. И собираем вокруг него концы лепёшки, как бы пряча начинку в мешок. Защипываем все концы теста вместе, скрепляя их между собой. Переворачиваем получившуюся заготовку местом соединения теста вниз. И аккуратно, надавливая ладонями, растягиваем её в небольшую лепёшку. Теперь берём лист пергамента и перекладываем на него лепёшку верхней стороной вниз. То есть, чтобы место соединения теста теперь оказалось сверху. И снова аккуратно растягиваем лепёшку ладонями, чтобы получился пирог диаметром 24-26 см. В центре пирога делаем небольшое отверстие в верхнем слое теста. И отправляем пирог в уже разогретую до 200-220 градусов духовку на 10-15 минут или до золотистой корочки. Точно так же формируем и выпекаем ещё 2 пирога. Кстати, если духовка позволяет, то запекать осетинские пироги можно при температуре 250 градусов. Но тогда время выпечки составит около 5-7 минут. Готовые пироги достаем из духовки и сразу же смазываем растопленным сливочным маслом. У меня на 3 пирога ушло около 60 граммов масла. Очень рекомендую на масле не экономить и смазывать пироги достаточно обильно. По мере приготовления пироги выкладываем стопочкой друг на друга. В результате получаются вот такие красивые, румяные и очень ароматные пироги, которые, конечно же, вкуснее всего, когда они горячие. Ну и в холодном виде осетинские пироги с картошкой и сыром или, как их называют в Осетии, картофчан очень даже вкусные. А подавать их можно и как самостоятельное блюдо, и вместо хлеба, и вместо бутерброда к чаю или кофе. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам! Здоровья и чистого неба над головой! Берегите себя и своих близких! Приятного аппетита и до новых встреч!